Всем привет! Давайте разберем, как сделать топор в The Brush, не прибегая к блендер, не прибегая к моделированию в The Brush. Пойдем простым путем, посмотрим саптулы. Давайте вот такую сделал я заготовку в Sculptris, а вот такую заготовку я сделал в The Brush и здесь уже их объединил, а в Sculptris я ее просто дорабатывал. Давайте я объясню, как это делается. Откроем Sculptris. Вот такая у нас сфера. Кто видео смотрит, уже знает, как это все происходит. Давайте выберем, включим симметрию. Вот она у нас идет. Возьмем краб, увеличим его побольше и вот так вот сплюснем нашу сферу. Сделаем плоской, повернем боком. Давайте теперь ее выгладим. придадим ей вот такую форму и с этой формой начнем работать. Сейчас мы ее выгладим и и теперь ставим опять граб и начинаем грабом придавать нашему топору форму. опять ее выглаживаем. Давайте добавим здесь глины. Это ничего, что она сначала такая неказистая. Сейчас мы все это дело поправим. Все это опять выглаживаем. опять работаем грабом. Вот так придаем форму нашему топору. и теперь давайте опять его выгладим. В этой части давайте сделаем его тоньше. и давайте грабом опять чуть поработаем. и опять выгладим. Теперь давайте сделаем меньше наше перо. Поставим чуть меньше интенсивности и вот так вот сделаем режущую кромку. Теперь поправим тут и немножко сделаем острие. вот такая заготовка у нас получается. Сейчас мы еще немножко подкорректируем. корректируем. Теперь давайте выберем пустоту под наш держак. Наметим просто. вот так вот тут делаем и вот тут. Здесь кромка у нас очень толстая. Опять давайте поработаем драбом. и теперь поставим, сделаем углубление. Здесь немножко прибавим. и заострим сделаем режущую кромку. и заострим. и заострим. и заострим. и заострим. вот такая у нас получается заготовочка. Давайте еще немножко ее тут подкорректируем. подкорректируем. и немножко здесь. сделаем потоньше. и все это давайте чуть-чуть выгладим. вот такая заготовка у нас получилась за топором. здесь можно ее сделать поострее. можно конечно в блендере это все моделировать, но мне так как-то подручнее лучше. вот так. и теперь давайте вот эту кромку уведем. вот сюда в бок. и немножко вниз. вот так. и вот так чуть ее задерем. и теперь вот здесь мы ее откладим. вот так. вот так. вот так. теперь нам нужно сделать режущую поверхность. вот так здесь еще вот тоньше. сделаем тоньше. вот так вот. проведем теперь давайте линию. вот такая заготовка у нас получается. с ней мы теперь можем работать, потом корректировать. можно сделать разубренный. немножко это все выгладим. болванка готова. вот. теперь мы ее сохраняем. мы еще потом будем с ней работать. в принципе устраивает нас эта деталь. давайте мы ее сохраним. нажимаем экспортировать. рабочий стол. или папку где вы сохраняете проект. пишем топор. сохраняем. все. теперь давайте зайдем в The Brush. и я вам расскажу как сделать к нему топорище. вот такое топорище. давайте пока это все удалим. и откроем куб. откроем куб. жмем edit. заходим в инициалайзер. что нам нужно с кубом сделать. во-первых на ось x его перевести. так вот. и теперь эту часть оставим. уменьшим так и уменьшим. вот так. вот такая заготовка у нас получилась. теперь давайте делаем make polymesh. теперь делаем давайте вытянем ее. вот такая заготовка у нас получилась. сделаем теперь дай нам эс. вот так. вот так. вот так. вот теперь мы ее сохраняем. эту модель. вот такое бревнышко получилось. мы ее жмем экспортировать в папку проекта. и давайте опять откроем скульптурис. вот такая заготовка у нас загрузилась. и вот теперь мы можем с ней здесь работать. ставим детализацию. ставим опять grab. делаем побольше нашу кисть. и теперь вот такими движениями вот такие полигоны очень большие. не любит скульптурис. давайте уменьшим их. вот такая сетка нам уже пойдет. и теперь давайте с ней работать. вот так мы ее выгладим. бревно нам ровные грани не нужны. вот такая заготовка у нас получилась. уменьшаем ее. ставим grab. и начинаем ее моделировать. включив симметрию. начинаем ее редактировать здесь. придаем ей вот такой вот вид любой модели. чуть-чуть корректируем здесь верха. и теперь вот получился у нас вот такой изгиб. вот такое топорище. что теперь можно сделать. теперь нам нужно включить флатом. и вот так вот уменьшив чуть-чуть интенсивности. ее чуть-чуть выгладить. вот такой держак у нас получается. мы его выглаживаем. подготавливаем к работе. и забрасываем его. как я раньше объяснял. уже в забраже. там соединяем две наши болванки. объединяем нашу модель. я сейчас покажу. вот так все загружается. по одной детали. делаются с обтулой. откроем. сейчас я открою проект. и потом объединив, уже поработав здесь, подкорректировав. объединили мы с обтулой. вот у нас идут два с обтула. мы их тут объединяем. все это выглядит. я сейчас покажу как. вот таким образом. вот таких два с обтула у нас выходит. и вот теперь мы будем с этими с обтулами работать. делать из него. здесь ремни сделаем. здесь делаем клепки, гравировку. вот так будет получаться топор у нас. все всем пока. до свидания. в следующем видео будем доделывать топор. вот так вот. вот так вот. вот так вот.